Восколько Россия обходится потери в Черном море? Как много миллиардов платит себе самый жадный топ-менеджер страны? И кто из друзей Путина ворует на потемкинских деревнях в Украине? Про это и не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я, Сергей Мальнев, приветствую и начинаем. Второй после Путина нашелся самый высокооплачиваемый управленец России. Как вам зарплата в 11 миллиардов рублей в год, то есть почти по миллиарду в месяц? Показываем, кто же и за какие труды так бессовестно загребают лопатой ваши деньги? Казалось бы, колоссальными заработками путинских топ-чинуш уже не удивишь. Но глава Государственного банка ВТБ Андрей Костин так и сумел. Переплюнул всех коллег по коррупционному цеху, да и с огромным отрывом. Оказывается, казна платит ему просто невообразимую зарплату. Раскопала российская оппозиционная СМИ важные истории. Согласно утекшей в интернет налоговой базе, в 2020 году руководитель банка ВТБ Андрей Костин получил 11 миллиардов 436 миллионов 137 тысяч и 38 рублей. Вдумайтесь в эту цифру. Почти 11,5 миллиардов рублей и всего за год. Бюджет всего, например, еврейского автономного округа. То есть один путинский друг обходится россиянам в бюджет целой административной единицы страны. То есть за час Костин получает почти 1 миллион и 300 тысяч рублей. А вот если считать, отталкиваясь от стандартной 40-часовой рабочей недели, получается и вовсе астрономические почти 6 миллионов рублей в час. Многомиллиардный доход Костина за 2020 год, более 158 миллионов долларов по среднему курсу того года, делает его явным лидером, проходящий за счет российского бюджета зарплатной гонки топ-менеджера. Значит, всего за один рабочий час Костин получает почти 140 медианных зарплат простого россиянина за 2023, а это 43,5 тысячи рублей. Только у путинских дружков нет никаких проблем с деньгами. Может, столь дорогой наемный менеджер хотя бы отбивает свои деньги? Ну, то есть приносит государству не менее бастословные прибыли. Да как бы не так. Возглавляемый им банк ВТБ в долгах, как в шелках. В 2022 году зафиксировал убытки по РСБУ в размере 756 миллиардов и 800 миллионов рублей против прибыли в 242 миллиарда и 600 миллионов рублей годом ранее. А ведь это второй банк в России, и убытки больно бьют по госбюджету. Чистые процентные доходы ВТБ по МСФО за кризисный год упали почти вдвое. Минус 50,3% до 321 миллиарда рублей. Костин плакался кремлевским хозяевам. Мол, помогите, люди добрые, подкиньте деньжат. Конечно же, из карманов россиян. А сам при этом получает невообразимую зарплату. Верх цинизма. Да и на работе за такие деньжищи Костин особо не напрягается. Ранее аргентинское издание Эрхо Ливьеру уже раскрывало, как он под предлогом деловой поездки провел шикарное турне по заграницам. Он совершил долгое путешествие, которое привело его к запланированным остановкам на Африканском континенте. Точнее, в Касабланке, Марокко и в Латинской Америке. В аэропорту Гаурулью, Сан-Паулу, Бразилия. Чтобы отправиться оттуда в Комантанде Армандо Тола. Путешествовал тогда на отдельном бизнес-джете Бомбардье Глобал 6000. Одном из самых роскошных в мире. А помогала Костину сорить деньгами лично Найли Аскерзаде. Одна из самых раскрученных кремлевских пропагандисток. И, как поговаривают, любовница банкира. К тому же, кормит Андрея Костина не только Банк ВТБ, но и другие государственные компании. Из этих денег 2 миллиона Костин получил от Объединенной Зерновой Компании. Еще по миллиону от Всероссийского банка развития регионов и от Роснефти. Костин владеет одной тысячной процента уставного капитала нефтяной компании. Как будто мало было Роснефти и Всероссийскому банку развития регионов раскошеливаться и на другого друга Путина, Игоря Сечина. Как раз накануне в налоговых базах нашли и его доходы за 2020-й. А это 3 миллиарда и 71 миллион рублей. Казалось бы, вот он самый прожорливый путинист. Но нет, Костин его обогнал. Сечину должно быть грустно, что он и чемодан за Путиным таскал по Петербургу и в Москву за ним поехал. А 6 миллионов рублей в час зарабатывает не он. А Путин такую растрату денег и без того полупустого бюджета не просто не пресекает, но даже и вознаграждает. Теперь Костину пророчат еще и пост председателя Совета директоров мощной Объединенной судостроительной корпорации, сообщают российские медиа. Она перейдет в доверительное управление банка ВТБ. И ради этого даже подвинут экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. А сам Костин, судя по всему, прибавит к зарплате очередные миллионы, если не миллиарды. А ведь Костин один из тех, кому россияне должны сказать спасибо за падение рубля. Кто привел когда-то прибыльные госактивы к долговой яме. Кто призывал и призывает не покупать доллары и затянуть пояса потуже. А сам в это время грабит государство рекордными темпами. Как грабил годами и как еще будет грабить годами, если весь путинский режим не остановить. Непризнанная никем в мире за Россией территория временно оккупированных украинских областей стала настоящим эльдорадо для приближенных к Путину бизнесменов. Его давние друзья без каких-либо конкурсов и зазрения совести получают подряды на сотни миллионов бюджетных рублей и якобы что-то где-то на них делают. Однако по факту, конечно, больше воруют, надеясь, что эта война все всем спишет. Но нет. Зафиксируем факты, чтобы потом спросить. Дефицит бюджета давит на Россию с каждой неделей все сильнее. Возможности наращивания выпуска не смогут удовлетворить растущий спрос, что выльется в ускорении роста цен сверхцелевой инфляции вблизи 4%. Курс рубля падает все ниже и ниже. Достаточно устойчивый тренд с начала декабря прошлого года. То есть уже почти 9 месяцев, 8,5 месяцев. И пока эта тенденция на ослабление рубля, на укрепление доллара, она не прекращает работать. Более того, мой краткосрочный прогноз состоит в том, что на ближайшие 3-4 недели ослабление рубля должно продолжиться. В это время путинские друзья продолжают грабить страну. Готовя бюджет на 2023 год, Путин еще в тот момент заложил туда коррупционную маржу для друзей. Расставили основные акценты и приоритеты в подготовке главного финансового документа страны. Мы сегодня с утра со многими присутствующими сейчас на совещании уже дополнительные консультации провели. В том числе работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности. Государственный бюджет – это лучшее, что только может быть для российских коррупционеров. Все, кто в доле, получают свой кусок, а не у дел остаются только граждане. Изобретать ничего не нужно. Не нужно строить замысловатый бизнес, инвестировать. Надо просто присосаться к государственному бюджету и паразитировать. Ведь госбюджет – это гарантированный бесконечный поток денег. Сейчас чиновники разграбляют даже бюджет оккупированных России и областей. В начале августа на неподконтрольной Украине части Херсонской области провели тендер на почти 42,5 миллиона рублей. Только отдали эти деньги без конкурса компании «Приазовья Инвест», созданной в феврале этого года. В рекламном буклете этой фирмы много рассказывают о том, как они хотят восстановить оккупированные территории. Но про какие-либо строительные достижения – ни слова. Эта компания уже получила от государства контракты с трех тендеров на 96 миллионов. Хочу, чтобы мы все знали об этом. Все становится сразу понятно, когда смотришь на председателя Совета директоров Владислава Косенко, которого называют спарринг-партнером Путина подзюдо. С высокогласными спортсменами с ними и легче, и надежнее. Также в Совете директоров сидит экс-вице-губернатор Кубани Михаил Курков, Анатолий Касаткин, который ранее занимал высокую должность в государственном Росатоме, и Елена Зарембинская, которая несколько лет назад была начальником управления ВСИН. Все трое, как на подбор, бывшие чиновники. Из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Но не только они воруют российские деньги на оккупированных территориях. Знакомьтесь, Тарантинов Антон, будущий депутат от «Единой России». Он решил баллотироваться на выборах, которые запланированы на сентябрь этого года. Мы должны оказать содействие и таким людям. И, безусловно, мы будем это делать. С местными властями договориться ему будет несложно. В марте его охранная компания заключила контрактов с оккупированной частью Запорожской области на 125 миллионов рублей. Договоры на него посыпались сразу после того, как он стал полуфиналистом конкурса «Лидеры Возрождения». Это была такая попытка Путина найти новых управленцев в захваченных областях. Конкурс дает открытую, здравую конкуренцию среди участников. В пункте конкурса сможет получить грант на обучение. И лучшие участники будут назначены на руководящие должности. Только после того, как ВСУ отвоюет назад территории Украины, этих чиновников, которые добровольно решили стать частью оккупационной власти, будет ждать суд, если партизаны не найдут их раньше. Псевдоминистерство образования и науки Запорожской области заключило контрактов на 60 миллионов рублей. И в них существенно завышены цены. Один килограмм помидоров оценили в 90 рублей, хотя в обычном магазине на тот момент их можно было найти по 75. Бананы оценили в 150 рублей, когда на полках они стоили по 105. Эти подряды получила компания Агрореал-3, зарегистрированная в ноябре прошлого года. Один из ее соучредителей – коллаборант, член пророссийской партии ОПЗЖ Сергей Золотарев. Сейчас он официально совмещает бизнес и должность замглавы псевдоадминистрации Мелитополя, что по российским законам запрещено. Но, видимо, никого это не волнует, пока он участвует в коррупционных схемах. Я ничего. Деньги не пахнут. В конечном итоге война не мешает коррупции, а некоторым даже помогает подняться, особенно с засекречиванием бюджета. Путин и его соратники не меняются, им плевать на все, кроме денег. В списке топ-пропагандистов Кремля не первое, но тоже заметное место занимает такая себе Мария Бутина. Непонятно кто и непонятно что, из чего в свое время пропаганда слепила образ русского агента 007 в юбке, после возвращения из Америки занялась тем, за что в России больше всего платят – прославлением Путина, его режима и убийств. Сколько Бутина за это получает и почему кровавые миллионы не спасут ее от тюрьмы за разжигание ненависти и войны? Показываем. Одна из самых ярых прислужниц российского диктатора. Она готова продавать себя и клеветать тех, кто ей помогает. И все за столь желанные ею российские рубли. Хотим, чтобы люди знали, за чей счет сей банкет. За свои преступления она даже отсидела в американской тюрьме. Если у вас есть возможность пожертвовать какие-либо деньги, любая сумма играет большую роль. После отсидки она вернулась в Россию и превратилась в типичную пропагандистку, неся чушь про укронацистов и укрорейх. Украинские и прибалтийские нацисты объединяются на почве ненависти ко всему русскому и общей любви к преступной деятельности. Это история Марии Бутиной, беспринципного человека, который готов пойти на все ради денег. Будущая путинистка выросла в самой обычной семье, в селе Косиха Алтайского края. Ее биография в целом ничем не примечательна, вплоть до знакомства в 2012 году с первым заместителем председателя Совета Федерации Александром Торшиным. Он начал брать ее с собой в США на деловые поездки. Там Бутина выполняла указания от ее кураторов. Нелепые приключения в США, где она занималась так и непонятно чем. То ли шпионажем, то ли эскортом, то ли политикой. Там она должна была наладить неофициальный канал связи с американскими политиками. Для этого Бутина познакомилась с республиканцем Полом Эриксоном, с которым у нее в дальнейшем завязались отношения. Политик начал водить ее по различным мероприятиям и знакомить со всеми влиятельными людьми, которых он знал. Так, например, на конференции она познакомилась с американским бизнесменом Патриком Бирном. Бойфренд Эриксон написал за нее имейл с просьбой о личной встрече. Встреча состоялась, и Бутина начала спать с 53-летним Бирном тоже. А он начал нашу Марию содержать. Бутина сама рассказала, что это были не просто ее личные отношения. Она делала это в том числе и в интересах страны. Это все-таки были романтические отношения, или вы здесь все-таки руководствовались интересами Родины? Это неразрывно связанный вопрос. В смысле? Ну, неразрывно связанный вопрос. Все, жизнь она сложная. То есть это романтические отношения у тебя с Родины? А что привалировало? Жизнь она сложная штука. В итоге суд в Вашингтоне осудил ее за преступный сговор на 18 месяцев. И экс-бойфренд Пол Эриксон тоже попал в тюрьму, но уже за мошенничество. Меня начали называть там всяческими кремлевской соблазнительницей, ведьмой, значит, виновником всего русского вмешательства. В конце 19-го года она вышла из тюрьмы, вернулась в Россию и сразу же устроилась на пропагандистский канал Арти. Так она в течение года смогла заработать себе на небольшую квартиру в центре Москвы, прямо напротив Министерства иностранных дел. Ее карьера в России в целом резко пошла в гору, ведь она начала отрабатывать кремлевские заказы. Однажды Бутина даже смогла беспрепятственно пройти в колонию к российскому оппозиционеру Алексею Навальному и начала доказывать, что он притворяется и сидит чуть ли не в санатории. Владимирская область практически славится своими пыточными исправительными учреждениями. Это вот это пыточное исправительное учреждение? Безусловно. Вот это пытка? Безусловно. Всячески пытается привлечь внимание, ну и более того, на голодающего человека он тоже совершенно не похож. После этого сюжета она попала в Госдуму от «Единой России», где продолжила заниматься тем, что делала раньше. Славила Путина и огрызалась на тех, кто против него. Я один из депутатов, который голосовал за обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР. Но после начала вторжения России в Украину она сразу оделась в «Зет-символику» и пошла разжигать межнациональную рознь. Вот уже 8 лет на Донбассе они фактически осуществляют геноцид русскоязычного населения. Украреих начался с обмана и убийств на Майдане. Кровавые демоны сами не остановятся. Их можно остановить только силой оружия. И мы знаем, как это делать. Только согласно официальной декларации, которую Путина подала в 2021 году, за ее высказывание она получила 67 миллионов рублей. Основные источники – пропагандистские каналы RT и НТВ. Также Альфа-банк. Но помимо этого у нее еще есть и облигации 34 компаний из разных стран, стоимость которых не меньше 24 миллионов рублей. Кто не успел, тот проиграл. За день до начала войны, 23 февраля, Евросоюз ввел санкции против Путина из-за действия, которые подрывают территориальную целостность Украины. 24 марта она попала в санкционные списки США за соучастие в войне Путина. Также ограничения ввели Великобритания, Швейцария, Австрия, Канада и еще ряд стран. Так что теперь пропагандистки остаются прятаться в своей России и жить в преступном режиме, который был возведен в том числе благодаря ней самой. В то время как остальные фирмы Пригожина продолжают получать сотни миллионов рублей из госбюджета на выполнение разных подрядов, в ЧВК «Вагнер» наступают тяжелые времена безденежья. Финансирование наемников вот-вот прекратится, прогнозируют эксперты на основе жалоб множества родственников боевиков. В чем причины и будет ли воевать некогда главная частная армия России на голодном пайке? Разбираемся. После однодневного марша за справедливость, который устроил Пригожин, Путин сам признался, что ЧВК «Вагнер» финансируется из государственного бюджета. Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Владимир Путин фактически признался в преступлении, государственном финансировании наемников, частной военной компании, что запрещено законами самой же России. Но после попытки переворота финансирование боевиков сразу заморозили. Близкие наемников жалуются на отсутствие выплат. Некоторые зарплаты не приходили уже по нескольку месяцев. А после попытки мятежа никто не знает, увидят ли деньги вообще. Объясните, пожалуйста. Муж ушел в апреле. 12 июня позвонили из Питера, все уточнили и сказали, что в конце месяца позвонят, чтобы я приехала за выплатами. До сих пор нет звонков. Это нормально? Не понимаю, как связаться с бухгалтерией теперь. Подтверждения не было. Муж с конца марта служит, а зарплаты до сих пор нет. На связь все это время не выходил. Сказал, что должны позвонить кассиры. А это ответ администратора группы, где решают вопросы по выдаче выплат родственникам боевиков. Выдача в Москве на стопе пока что. В любом случае зарплату получат все. На почту возможности отвечать нет. Как что-то станет известно, всем ответят и сообщат. Каждый день писать и уточнять нет смысла. Как станет все известно, вас оповестят и тут, и на почте. С мая 2022 года по май 2023 на зарплаты и стимулирующие выплаты было потрачено более 86 миллиардов рублей. Плюс 110 миллиардов страховых выплат на ранения бойцов и семьям погибших. Теперь, видимо, финансирование из бюджета значительно сократится. Во-первых, кризис непосредственно самой российской всеэкономической системы. А второй момент, что все-таки вагнеровцы показали себя не совсем лояльными к ниночному режиму. Поэтому зачем их, как говорится, финансировать. Британская разведка сообщает, что ЧВК «Вагнер» пытается сэкономить на расходах на заработную плату. Группа «Вагнера», вероятно, движется к процессу сокращения и реконфигурации. Главным образом для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления. Вполне возможно, что Кремль больше не финансирует группу. Уверены британские разведчики. Частично затраты на ЧВК «Вагнер» может взять на себя белорус. Часть наемников вагнеровцев, которых могут привлекать как инструкторами, то вполне естественно, что, как говорится, их могут профинансировать. Финансирование – это не только заработная плата. Это еще те же самые лагеря, в которых они находятся. То же самое питание, логистика, перемещение по Беларуси и так далее. Мне так кажется, что вот это все финансовые затраты легли тяжелой ношей на плечи белорусского правительства. Пригожин забыл старую пословицу «Не кусай руку, которая тебя кормит». И теперь его ЧВК уменьшат численности и сошлюсь, скорее всего, в Африку. Для Украины это только плюс, так как бойцы из ЧВК на поле боя были наиболее мотивированные и обученные в отличие от регулярной армии РФ. Все неспокойнее становится Черное море. И неспокойнее в первую очередь для кораблей и катеров Черноморского флота РФ. В результате удачных действий защитников Украины российская армия потеряла своих посудин уже почти на миллиард долларов. При этом морские дроны-убийцы стоили всего лишь 3 миллиона. Математика современной морской войны в нашем сюжете. Вооруженные силы Украины уничтожают российских оккупантов на суше, в воздухе и на море. Особенно болезненно для Владимира Путина поражение в Черном море. В течение двух десятилетий президент России неоднократно хвастался мощью морского флота Российской Федерации. Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы. Гарантия этому уникальные образцы вооружения. Но главное здесь мужество и выучка флотских экипажей. Впрочем, украинские военные показали, что не такая уже сильная так называемая вторая армия мира. За все время полномасштабной войны России против Украины вооруженные силы нашей страны уничтожили или повредили российский флот почти на миллиард долларов. Первый боевой корабль Российской Федерации, зашедший в оккупированный порт и доставивший военную технику для российской армии, был «Саратов». Он же первым пошел ко дну благодаря успешной атаке украинских войск. Стоимость этого судна 75 миллионов долларов. В 10 раз больше, а именно в 750 миллионов долларов, оценивают ракетный крейсер «Москва». Однако эти деньги затонули на дне Черного моря. Вооруженные силы Украины уничтожили гордость Путина противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун». Такая же печальная участь постигла буксирный корабль «Василий Бех». Хотя судно изначально предназначалось для спасательных функций, россияне использовали его для перевозки боеприпасов и вооружения для армии Российской Федерации. Кроме того, на борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс «Тор». Поэтому военно-морские силы Украины нанесли удар по вражескому судну. Серьезное повреждение украинская армия нанесла еще шести судам Черноморского флота Российской Федерации. В частности, разрушением подверглись десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», судно тылового обеспечения «Всемолотбобров», фрегаты «Адмирал Макаров», разведывательный корабль «Иван Хурс». Кроме того, выведены из строя морской тральщик «Иван Голубец» и десантный корабль «Оленигорский горняк». Последний был атакован недавно морскими дронами «Магура В-5». Вооружение способно нести заряд весом до 450 килограмм на расстояние до 80-30 километров. Его стоимость примерно 270 тысяч долларов, а цена «Оленигорского горняка» 50 миллионов. И судя по кадрам, на которых судно буксирует к берегу, восстановлению оно не подлежит. Украинская армия наносит мощный ущерб морским силам страны-агрессорки. Уничтоженные корабли россиянам не удастся отстроить в ближайшем будущем. Российский ВПК, российская судостроительная отрасль не способна строить такие корабли. Так что можно смело констатировать, Путин мечтал демилитаризировать украинскую армию, но в результате обезоружил свою. И чем дальше будет продолжаться преступная война России против Украины, тем беднее и меньше будут становиться вооруженные силы Российской Федерации. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина делает всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин